Директором? Директором? Чего вам тогда? Директором Леонидовича? Словно Андрея Леонидовича Медовна. А по кем он был зам? По какому вопросу? По поводу инцидента, который произошел с 17-18 в число с вожатами. Ясно. Ну, следственные органы занимаются сейчас. Вам давали уже следственный комитет консультации? Давали. Да? Ну вот. В принципе, должно быть. Он у нас работает в следственном комитете. Дело в том, что директор Леонидовича, который участвовал в этом инциденте, он сейчас находится на допросе в конкуренте в следственном комитете. Так что, по сожалению, мы не сможем снять. Чебоксар? Нет. Чебоксарском районе. Я бы хотел. А с тобой с самым поговорить. Любовь, а следующая передатряда, Любовь Александровна. Любовь Александровна Хаванская, она сейчас у нас новая педагогическая. Давайте пройдем отсюда. Неудобно с детьми. Давайте. Ну, конечно, я вас не заставлю сейчас меня снимать. А вы скажите, пожалуйста, вообще, вот несколько вопросов можно задать. Вы как ООО получается, да? Ну, я не как РУО, я директор предприятия ООО «Агросдранс». А директор лагеря у нас, как бы, имеется, преподаватель в педагогическом образовании. А скажите, пожалуйста... Можно вас попросить здесь? Или все-таки вы будете снимать? Нет, директоры предприятия ООО «Агросдранс». Я так понимаю, это же газета. Мы газета. Но вы же видео не выкладываете. Зачем мы снимаем? Скажите, пожалуйста, а вот сколько сейчас детей находится в лагере? Ну, я не знаю, вот у нас сегодня заезд, может, еще счастливый, но не заехал. Петров Александр Лагерьевич. Я вам еще раз повторяю, что директор лагеря, как вы по инциденту вот этому хотите переговорить, Панина Елена Ивановна, вам, наверное, известно, нет? Раз вы говорили со Следственным комитетом. Панина, ну, фамилии имена не имеют. Я спешу вас разочаровать, у вас очень старая информация. И, скорее всего, вы со Следственным комитетом не общались. Мы общались, мы не можем недостоверно... Давайте я позвоню тогда начальнику Следственного комитета, но Чебоксарского. Нет, в Чебоксарх, это же Чебоксарх занимается. Нет, это не Чебоксарх, это Чебоксарский район. Давайте я позвоню, уточню, переговорили вы. В Чебоксарх должны быть звонить. Мне нужно только пройти в кабинет за телефон. Нет, мы не собираемся кого-то обвинять или что-то еще. Я понимаю, нет, я все понимаю. Вы просто приехали, как бы, доложить обстановку, что происходит тут на самом деле. Вот я вам говорю, что на сегодняшний момент... Вчера работали следственные органы целый день, они, как бы, изучали документацию, забрали ее для изучения к себе. Сегодня проводят допрос, как бы, потерпевших, предполагаемых, потерпевших, и участников этого скандального инцидента. А вообще, в курсе по поводу инцидента? Я, да, в курсе. Я, как бы, узнал об этом инциденте, назначил служебное расследование по своему предприятию. У нас оно идет внутри предприятия. А вожатые сейчас эти уволены? Вожатые уволены, да. Те, которые участвовали в этом инциденте, они были отстранены от работы сначала, а теперь они уволены полностью. И сейчас им занимается уже наша, как бы, правоохранительная служба. А уволили их когда? Ну, какого числа? То есть, если видео попало 24-го числа в интернет, отстранены они были 25-го, а уволены сегодня? Нет, они были уволены после этого инцидента по окончании смены. Они были отстранены от работы, а по окончании смены... Я понимаю, конечно, вам это нужно все записать, сделать. Я вас еще раз прошу. Все эти официальные комментарии дают следственные комитеты. Это очень серьезное дело. Вы понимаете, резонанс. Сейчас уже по центральным каналам муссируется эта информация. Следственные органы дают комментарии, пояснения. Я в любом случае не дам больше, чем больше. Так что обратитесь к ним. Но все равно мы тоже не хотим через посредников. Это не посредники, это непосредственные люди, кто занимается этим вопросом. Они нам тоже, естественно, свою официальную информацию дадут. Я вам могу рассказать, что у нас в лагере как здорово. И, собственно говоря, от родителей не поступало никаких письменных заявлений, что есть какие-то там непритязания. Можете об этом сказать? Мы тоже не будем. Я как бы вам говорю об этом. Что от родителей не поступало никаких заявлений, чтобы были нарушены чьи-то права. То есть как они... Не было у меня таких зафиксированных в первую смерть. А все родители сейчас... Не у меня, а у директора лагеря, который сейчас находится... Второй, пожалуйста, еще раз фамилию ее. Панина Елена Ивановна. Она сейчас находится в следственном комитете. Да, она дает в комитете. А сколько вот сейчас вожатых вообще на территории лагеря работают? Я не считаю, я знаю. Но, знаете, вот как бы... Ну, отряда сколько-то? Я вам пытаюсь цивилизованным языком объяснить, что как бы за всеми комментариями обращайтесь, пожалуйста, в следственном комитете. Нет, ну а с директором нам как-то нужно же поговорить. Все равно. И с директором лагеря. Я же вам объясню, где она, кто она, чем занимается. Ну, зачем? Я не хочу показаться не культурным человеком, сейчас развернуться, просто уйти. Ну, как бы, вы вот даже мне удостоверитесь. Паспорт. Когда она будет здесь, она здесь уже не будет, потому что работает другая вожатская смена, другой директор лагеря у нас полностью обновлена, педагогическая. Это после этого инцидента? Нет, это у нас запланировано было. У нас на каждой смене разные, чтобы были интересные смены для детей, разнопрофильные смены. А как с ней можно связаться сейчас? Только через следственный комитет? Да. Но вы вот говорите, что ни один родитель вообще не написал заявление, да? Не было у меня официальных обращений. Я дико извиняюсь, у меня в час нет сведущей комиссии именно по этому вопросу. Я не могу сказать, что прямо прошу. Спасибо большое. Спасибо.